приветствую друзья на связи андрей жариков наверняка вы слышали о компании ванкой на может быть являетесь ее инвестором и возможно вы слышали что уже 8 октября 18 года то есть примерно через пять недель компания ванкойн планирует вывести криптовалюту ванкойн на внешние биржи это большое событие которого с нетерпением ждут все инвесторы ванкойн о том что сейчас происходит в компании какие новости мы поговорили с одним из инвесторов компании игорем непомнящим приветствуем всех подписчиков на моем канале на канале дэна инвеста мы сегодня вот решили в режиме такой конференции созвониться с игорем непомнящим который а собственно хочет ответить на наши вопросы по компании ванкойн да ну можете поздороваться со всеми добрый день всем друзья всем привет да это инвес сегодня позадим интересные вопросы посмотрим нам на них поотвечают потому что думаю у всех возникает вопросов вопросы по ванкойну ну и наверное самый такой интересный вопрос что же с ним будет 8 октября до моему смотрите еще раз добрый день всем я в компании нахожусь уже более трех лет вот я исключительно инвестор я не занимался построением сети попал я в компанию по совету моих друзей инвестировать начал туда покупая довольно таки крупные пакеты после моего личного общения и знакомства с ружей гнатова она приезжала к нам в киев не сделали с ней встречу мы с ней пообщались за чашечкой кофе в конференции это было очень интересно и я понял что здесь основа является не сетевая составляющая цели и задачи у нее абсолютно глобальные интересные и мне эта идея понравилась я за нее зацепился абсолютно верно это было средина лета пятнадцатого года компании было совсем а еще такой вопрос игорь я так понимаю в этом не строили команду то есть чисто как инвестор зашли а вы планете что инвестируйте или вы вот только верите ванкой на и больше никаких других вариант не рассматривайте для себя смотрите я как инвестор рассматривал для себя множество вариантов и много было инвестиций с моей стороны в разнообразные проекты и в криптовалютные проекты и в майнинг у меня стоит оборудование для майнинга которая сейчас выключена потому что она убыточная конкретно купил там до 3 осики и я просто как бы анализируя происходящее на этом рынке на протяжении трех лет вижу очень большой смысл в том что говорил оружие вижу очень большое будущее в этом потому что мне есть чем сопоставить я начал этим проектом плотно заниматься где-то год назад несмотря на то что у меня были крупные инвестиции я чуть-чуть был в паузе потому что я не понимал что происходит как происходит допустим такой аргумент что монеты нет на бирже для меня на момент тогдашнего моего сознания это было большим недостатком на сегодняшний момент это для меня является большим преимуществом обоснованное это могу заявить игорь но вот кстати на удобный если на ты да 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 абсолютно но ты игорь но вот смотри вы ты встречался в пятнадцатом году с ружей игнатовой то есть она достаточно но открытый человек то есть я видел ролики интервью с ней на сцене она выступала неоднократно и с осени прошлого года как мы знаем она вдруг выпадает из деятельности компании то есть ее нет нигде вот как ты можешь это прокомментировать что вообще происходит почему рассказываю свое отношение к этому изначально это было недоумение непонимание какое-то мною но я был и в офисе в софии и был в офисе в дуба и в компании и как раз я находился с партнерами в январе в дубайском офисе компании когда происходили обыски в софии то есть были заведены уголовные дела прокуратура германии и прокуратурой болгарии там в разные страны были в этом задействованы и было очень сильное расследование по поводу отмывания денег там по поводу наличия блокчейна аудит был проведен и по поводу является ли эта компания финансовой пирамидой в которую вовлекаются инвестора вот на что в течение полугода были очень серьезные разбирательства и компания получила полностью документы о проведенном аудите документы полностью подтверждающие легальность прозрачность компании то есть это единственная компания в направлении криптовалют которая является юрлицом имеет такой аудит который подкупить невозможно это первое второе если мы начнем анализировать тема довольно таки революционная очень многие люди заинтересованы в том что вставлять палки в колеса оружие гнатова абсолютно правильно ушла то есть она мишень как с точки зрения физических угроз так с точки зрения и провокации если были обыски и были какие-то предъявлены обвинения компании которые потом были абсолютно опровергнуты то если бы в виде провокации в этот момент наружу и гнатову это мое субъективное мнение где-то на сцене одели бы наручники и потом через полгода вышло бы это опровержение все то за эти полгода уже бы все сложилось бы как карточный домик это нельзя допустить то есть ружья гнатова это основа проекта это грубо говоря иголка кощеева в яйце которую нужно подальше спрятать давайте все-таки не забывать на на что она замахнулась насколько это глобальный проект и во что он может превратиться поэтому безопасность проекта безопасность труб более она стала мамой я думаю что это безопасность всех нас наших инвестиций у меня мысль такая пришла и горю ты говоришь безопасность я согласен но давай рассуждать опять же с такой точки зрения хорошо предположим были какие-то угрозы во первых а сами же дистрибьюторы ван койна говорили что суды ну то есть было судебное вот это разбирательство какое-то и типа доказано что ван койна это не пирамида это реальная компания то есть если с юридической стороны все чисто то разве не должна ружья гнатова появиться и сказать ребята там трудный период позади все хорошо почему она до сих пор не появляется появится я уверен в этом потому что до сих пор еще компания не публично она публичная становится только с 8 сентября публичным человеком сегодня является ее родной брат константин и гнатов который выступает полностью на всех мероприятиях и я не думаю что она своего брата подставляла бы это во первых а во вторых он объявил о том что компания станет публичной и провокации никто уже бояться не будет тем более после такого аудита я думаю что она появится я даже более скажу я общаюсь с многими партнерами лидерами компании я смотрю что появление оружия как бы никому особо и не нужно никто не озабоченный тем более все озабочены безопасностью ее в первую очередь и безопасностью проекта провокации тем более которые могут происходить накануне выхода компанию на осио то есть по пути к тому что компания станет открытой исключать нельзя это очень важно а в ближайшем будущем ружу очень любят и очень ей доверяют она невероятно умный человек я с ней сидел общался лично она мне рассказывала историю своей своего образования своей жизни как она достигла к такому молодому возрасту таких регалий как она обучалась то есть поэтому оружие это козырная карта этого проекта его нужно ее нужно держать поглубже и по безопаснее игорь вот сейчас у нас осталось там чуть больше месяца так понимаю до выхода на биржу на коберже будет выходить ванкойн смотрите не чуть больше месяца а ну 8 октября 8 октября 8 октября планировался выход на биржу а осио должно было начаться еще с января месяца но связи с проверками осио начинается у нас только 8 сентября компания через восемь дней да абсолютно верно вот я же рассказываю то что мы сегодня знаем компания компания взяла сейчас за основу никаких новостей не выдавать наперед а выдают по факту поэтому чтобы не искажать и чтобы никто не мог ими воспользоваться потому что недоброжелатели очень много в том числе и каких-то лидеров ушедших с проекта и тому подобное вот насчет лидеров а по какой причине лидеры то ушли просто когда уходят лидеры это первый сигнал но отталкиваясь опять же от истории если в каком-либо проекте были лидеры мощные качали хорошо и потом они начинают уходить это первые призвестники скама и каких-то вообще проблем то есть это вот то что в истории говорит это а как же у нас именно с ванкойн здесь дела обстоят может какое то есть объяснение если говорить о тех лидеров которые во первых сегодня уже довольно таки дорогие пакеты и в таких странах не столь богатых как украина развивать это и зарабатывать сети становится сложнее те лидеры с которыми я общаюсь мы не будем брать там глобального масштаба кого вы имеете в виду они все в проекте все общаются кто-то более активно кто-то более пассивно но все в проекте если брать о глобальных лидерах которые по уходили давайте будем объективными это мое мнение и то что я вижу это люди которые не пошли даже работать в другие проекты а это люди которые побежали основывать свои собственные проекты которые являлись отчасти клонами ванкойна в чем-то либо какого-то другого плана но пошли просто исключительно за деньгами и это уже показывает там ряд примеров потому что они были свидетелями того и это не секрет ни для кого какие огромные инвестиции потекли сразу в ванкойн какие суммы денег это вскружило многим голову и люди захотели просто ну на 99 процентов проекты сегодня существующие это хайпы для сбора денег люди просто захотели денег собрать и разбежались я вижу много партнеров обычных рядовых которые каждый день пашут которые развивают торговую площадку сами становятся мерчантами и работают никаких у них проблем нету ни в связи с отсутствием этих крупнейших лидеров они нам уже не нужны абсолютно и ни в связи там с отсутствием ружья данный проект интересен два слова еще буквально данный проект интересен тем что тут нет и не было никогда никаких выплат тут нет и не было никогда никаких там обязательств то есть если кто-то там говорил там или умничал что вот у ванкойна нет блокчейна даже окей ну блокчейн это не настолько дорогостоящий по сравнению с капитализацией ванкойна просто механизм самой важной ценностью этого проекта является сообщество которое собрали благодаря в том числе сетевому маркетингу и безусловно идея для меня самая самая важная идея и самая ценная то что сегодня есть ноу-хау ванкойна это торговая площадка deal shaker это первый в мире инструмент который объединяет покупателя и продавца напрямую через криптовалюту именно настолько в широком масштабе и легально потому что все остальное работает исключительно через конвертацию фиат и являются активами спекулятивными то есть купить сегодня с целью для того чтобы продать завтра подороже а здесь именно с целью для использования и вот у нас вообще но появление криптовалюта она внушала под собой несло такую идею анонимности то есть для того чтобы нельзя было отследить что куда уходил от кого то есть вот эта вот идея была а я так понял что у ванкойна как-то эта идея с криптовалютой она совсем не сходится и я так понимаю что там как-то можно будет отслеживать транзакции смотреть кому они принадлежат от кого ушли это правда это правда и расскажу в чем смысл этого происходящего мы видим что весь мир наш отцифровывается и все будет переходить и переходит очень быстро цифровой формат и человечество придет к цифровым деньгам то бишь криптовалютам сегодня работают над законодательствами которые то есть будут регулировать использование данного инструмента человечество не готово еще к тому чтобы пользоваться полностью анонимным продуктом если все анонимные криптовалюты придут на смену черному рынку и наличным деньгам то должны появиться инструменты юридически в общем которые попадают под регуляторов юридически правильные которыми можно будет пользоваться ну и ванкойн как раз таки приходит на эту смену да ванкойн один который пытается не пытается а уже видно насколько мощно себя же являет для того чтобы подходить под это законодательство сегодня эти криптовалюты ни одна из них не запрещена потому что еще законов нет как только выйдет закон в котором будет прописано какими критериями должна обладать криптовалюта для того чтобы ей можно было легально пользоваться то автоматически все остальные станут вне закона они безусловно будут существовать они будут цены потому что человеческая сущность такова что черный рынок по-любому важен и по-любому многим интересам никто никогда не смог побороть ни коррупцию ни уход от налогов ничего но с этими криптовалютами будут бороться если сегодня вы в европе в цивилизованной стране придете с мешком наличных денег в автосалон для того чтобы купить автомобиль то вы поедете не на автомобиле а поедете в полицию с миллионом вопросов откуда у вас мешок с деньгами ну то есть все таки доминирование по вашему мнению возьмут те криптовалюты которые на данный момент контролируются такие наподобие как ванкоин и они могут задушить тот самый биткоин то о чем заявила Ружа Игнатова что ванкоин убийца биткоина так нет на сегодняшний день смотрите за 4 года существования компании практически 4 года много было различных изменений по ходу то есть курс компании понятен но я вам скажу мое мнение то что я вижу то что я понимаю из того что сегодня происходит что ванкоин и биткоин они не могут друг друга убить потому что это абсолютно параллельные инстанции ванкоин претендует на то чтобы стать легальными деньгами и скорее всего мое мнение что ванкоин подвинет банковскую систему а вот биткоин претендует на то чтобы занять собой полностью весь черный рынок ванкоин не претендует абсолютно на черный рынок это не криптовалюта для нелегальных платежей либо там для каких-то уходов от налогов или терроризма отмывания денег там все прозрачно и я думаю что по запросам любых спецслужб или любых контролирующих органов налоговых инспекций будет скрываться информация то есть ванкоин это для абсолютно белых чисто прозрачных операций они не контролируют друг другу ну смотрите у нас вот ну можете так сказать вы как инвестор то есть как человек который не строит сеть а который сам просто доверил проекту ванкоин свои финансы ну вы когда туда инвестировали вы в любом случае понимали да на что вы идете какие-то планы у вас ну я имею ввиду во сколько вы сможете увеличить свои свое количество финансов инвестиционный портфель как вы можете на этом заработать ну скажите сейчас у нас скоро планируется уже запуск как бы на бирже да соответственно это мы уже все сможем монетизировать и вот что произойдет ближайшие два месяца по вашему мнению по моему мнению смотрите сегодня есть понятие если можно лучше в цифрах прям если лучше в цифрах то сегодня еще есть такое понятие как себестоимость монеты по крайней мере монета продается в пакетах 8 октября самое важное что происходит по моему мнению это заканчивается продажа этих пакетов выходит компания на ICO начинается продажа OFC токенов которые будут являться токенами именно ванкой это первый момент второй момент вот эти токены будут продаваться на протяжении трех месяцев мы ждем все таки 8 сентября для того чтобы нам было полностью полностью будет разложен алгоритм проведения ICO и что впоследствии будет происходить сегодня есть сайт который перед ICO был приоткрыт компании на нем указана дорожная карта концепция компании что будет происходить но но именно как это будет происходить и в каком масштабе мы узнаем 8 сентября съезжаются все лидеры за счет компании в Дубай там будет в онлайн режиме трансляция будет начало ICO первый месяц будет информационный и потом 3 месяца будет продажа токенов 7 января это заканчивается ну все подробности как бы мы ждем нам будут рассказаны все правила игры процессы идут довольно-таки бурно а по поводу того чтобы монетизировать и тот кто хочет он и сегодня это монетизирует довольно-таки успешно но сейчас я так понимаю курс ванкойна 24 евро да или 20 евро сейчас 20 евро я Игорь вот как раз насчет курса ванкойна смотри ты вначале упомянул вот что в пятнадцатом шестнадцатом году то есть для тебя все-таки было важно чтобы компания вышла на биржу а потом как ты говоришь стало уже не так важно а вот почему потому что ну ведь все-таки мы с тобой как взрослые люди понимаем что ценность любого товара определяется балансом спроса и предложения то есть откуда мы с тобой знаем что он действительно стоит 20 евро объясню 20 евро это цена на которую нужно вывести эту монету и самое важное что она должна быть стабильно и с огромной капитализацией почему сегодня криптовалютами которые существуют невозможно пользоваться которые на бирже только даже если взять такой аспект как волатильность ни один бизнес такой волатильности выдержать не сможет это факт поэтому очень многие проекты которые вышли или очень многие криптовалюты которые вышли на рынок они имеют огромную волатильность и большую историю этой волатильности поэтому ни один нормальный бизнес не сможет пользоваться ей для расчета когда сегодня весь рынок криптовалют там едва ли там 300 миллиардов весь вместе взяты то вы понимаете что это эту цену могут качать трейдера там которые управляют капиталами крупных инвестиционных фондов в одну и в другую сторону за 2 секунды как только хотят для того чтобы монета была устойчивая она должна быть не только спекулятивной она должна используемой я вижу как сегодня уже ванкойн несмотря на то что он еще не вышел на открытый рынок на биржу он используется ежедневно у меня сейчас партнеры отдыхают за ванкойн я только приехал со львова я кушал в ресторане за ванкойн покупал детские вещи то есть монета работает есть много сторонников и она наращивает понятно это тяжелые роды ее ценность нужно нарастить но когда ее капитализация будет сегодня ее капитализация уже более триллиона когда капитализация будет 2-3-4 триллиона то вряд ли кто-то сможет ее пошатать поэтому я думаю что залог того что можно монету использовать это отсутствие такой огромной волатильности волатильность по-любому будет но как волатильность между допустим евро и долларом она не столь значительно для бизнеса сейчас получается люди покупают по 24 евро за одну монету да там липоскоп по 20 но будет опять же распределение по какой цене будут люди там покупать и вообще судя по истории опять же проходит сего допустим люди покупают там какие-то токены там по одному доллару заканчивается сего и то что вот эти токены которые они покупали по доллару они уже становятся по 10 центов а то и меньше не будет ли у ванкойна такой же истории ну смотрите у компании есть большой штат сотрудников проводится очень важная аналитика есть много у компании рычагов регулятивных для того чтобы этого не допускать безусловно это будет вводиться с лимитами очень грамотно и даже те токены которые в дорожной карте указано что те токены которые будут проданы во время трех месяцев во время ICO они будут размораживаться на протяжении до октября девятнадцатого года то есть они будут приморожены и ну депонированы так сказать и сразу будет доступна к конвертации всего лишь двадцать процентов токенов потом каждые там два-три месяца там надо нужно смотреть дорожную карту каждые два-три месяца будет размораживаться какое-то количество и это все рассчитано компанией для того чтобы удержать цену избежать волатильности здесь идет прицел не на памп не на сильный рост монеты а на то чтобы удержать стабильность в каком-то минимальном коридоре волатильность была и тогда можно будет пользоваться абсолютно этой монетой в рынке ежедневно но стабильность может быть 10-11 центов и так стабильно расти а можно быть 24 евро и здесь я говорю сейчас про то про курс то есть что многие млм криптовалюты которые уже являются криптовалютами у них проблема в том что они не могут удержать свой курс да она дает динамику роста тот же фаргакоин давал динамику хорошую для развития перспективы для роста а потом просто резко все падает и тот же ферсткоин ну леокоин вот наверное леокоин из млм наверное на данный момент стабильненький потому что как он стоил там 13-14 центов вот так вот и держится уже в ближайшее время и никуда особо не юхается сегодня сегодня разница с фаргакоином какова они тоже подключали мерчантов но у них мерчанты получали через конвертацию получали исключительно доллар разницу курсовую компания перекрывала за счет собранных за пакеты денег когда эти деньги закончились соответственно цена монеты повалилась вниз с ванкойном ситуация другая ломается психология людей люди принимают мерчант принимает непосредственно ванкойн для дальнейшего своего использования и я вижу насколько сегодня ванкойн работает уже по кругу то есть ряд бизнесов которые переходят именно за ванкойн работать они ванкойн принимают и за ванкойн закупают составляющие компоненты для ведения своего бизнеса то есть здесь именно идет перелом ценностей поэтому тем и объясни мне такой момент мне говорили что ванкойне переводы другому человеку можно делать только если вы в одной структуре а как же ты приходишь в кабинет я имею ввиду в ресторан и там расплачиваешься за что-то если вы например из разных структур объясняю если ты хочешь просто передать монет из кабинета в кабинет там есть лимиты для того чтобы не было пересортицы там есть ты можешь только передавать вверх вниз по структуре в параллельную структуру передавать не можешь это сделано для того чтобы удерживать лимиты в дальнейшем для вывода монеты но когда мы рассчитываемся в ресторане еще где-либо эти рестораны все исключительно размещены на торговой площадке дел шекер там нет никаких лимитов абсолютно я могу приобрести через дел шекер хоть завод хоть автомобиль хоть квартиру поэтому там нет никаких лимитов я захожу в ресторан там висят таблички виза мастеркард и ванкойн акцепт я по этой сделке провожу покупая купон и оплачиваю покупку вообще такой еще вопрос да мы здесь поняли я заходил как-то на в интернете искал сколько стоит ванкойн и меня закидывала на какие-то сайты на которых было написано о том что ну в общем там цена была даже меньше евро и вот если я там куплю себе ванкойн то есть и вообще сейчас в принципе даже ролики когда запишешь что-нибудь по ванкойн кто-нибудь скидывает там типа вот продам там чуть ли не за центы какие-то там вот чем это отличается от того что есть ну почему почему я должен покупать по 24 евро платить за них да когда я могу там за 24 евро купить гораздо больше монет это первое а второе могу ли я вот этими монетами которые я приобрету допустим на черном рынке или это как это у вас назвать я не знаю могу ли я за них потом также рассчитаться то есть тогда получается и вот эти автомобили которые там есть на дил шейкере и все остальное соответственно мне может гораздо дешевле доставаться абсолютно верно смотри по 24 евро сегодня или по 20 евро никто монету не приобретает приобретают ее исключительно через образовательные пакеты и там себестоимость монеты гораздо дешевле то есть там от 1 евро в зависимости там от пакета ценой в 55 тысяч и до там чем чем дешевле пакет тем дороже обходится монета там до 13 евро инвестора которые вкладывали покупали эти пакеты 2-3 года назад или там год назад были виповские пакеты там комбо пауэрпаки в которых монета доставалась довольно таки дешево 5-10-15 центов поэтому люди некоторые которые сидят с этой монеты по своим каким-то причинам могут на черном рынке кому-то или ну делают такие действия я не знаю насколько это допустимо но продают то есть грубо говоря если монета обошлась по 10 центов и сегодня с руками оторвут пакет у тебя там где монеты и ты можешь продать это по 50 центов потому что самый дорогой пакет сегодня который там стоит по-моему 188 тысяч там пакет меньше монет меньше чем в пакете который раньше стоил 12 тысяч это понятно да продают эти пакеты по трем причинам первая причина это у кого-то складываются какие-то обстоятельства либо семейные либо личные либо еще что-то вторая кто-то не разбирается в проекте разуверился не понимает концепцию хочет забрать свою инвестицию или там чуть работать а третья люди которые купили по 10 центов и сейчас у них есть возможность продать по 50 их x5 довольно таки устраивает и они выходят из этого вот и все ну вот то есть получается черный рынок это ну такой глаз народа да то есть то что люди хотят скинуть не думаете ли вы о том что как только это все появится на бирже то опять же все вот эти люди начнут скидывать те кто заводили там по 100 тысяч евро там или не знаю конечно десятками они начнут скидывать и это может повлиять на монет потому что как сказал Андрей правильно спрос и предложения не может я объясню почему у нас у нас у нас монеты находятся в кабинетах монет 120 миллиардов всего будет но монеты будут выводиться на биржу с каким-то лимитом если у меня есть миллион монет это не говорит о том что я завтра могу выйти обрушить курс мне могут дать доступ к тому чтобы выводить монеты по 3 монеты в день по 5 монет в день несмотря на то что у меня их миллион это легко рассчитывается какой объем монет можно выпускать на рынок для того чтобы держать эту цену стабильно и нужно плавно вывести эти монеты на рынок я затрудняюсь сейчас анализировать сколько времени на это уйдет но я думаю что гораздо быстрее это произойдет чем многим скептикам кажется может быть бум и и я просто смотрю на то что происходит на земном шаре особенно с ванкойном очень много мероприятий я сам сейчас езжу по выставкам проводятся выставки именно по делшитеру очень много подключается мерчантов со всего мира география практически безграничная более двухсот стран задействованы в проекте и я сейчас данный момент как раз таки сто двадцать миллиардов умножить на двадцать четыре получилось два триллиона восемьсот восемьдесят миллиардов вот такая сумма получилась в общем это такая должна быть а если сегодня добыто там около пятидесяти миллиардов монет уже я же и сказал что сегодня капитализация более триллиона теперь нужно грамотно вывести эти монеты на рынок с лимитами с ограничением у компании есть большая капитализация есть крупные инвестора которые стоят возможно там как-то подкрепляет эту компанию плечом нужно это все вывести но каким путем только путем заполнение торговой площадки чем больше оборот на торговой площадке тем больше ликвидность монеты игорь ну вот ты говоришь ты пошел в ресторан там расплатился ванкойным я вот зашел на дел шейкер я вот допустим что-то не ну не пойму как здесь допустим найти кафе или ресторан в москве то есть там есть сортировка по городам смотрите вот это вот дел шейкер который мы сегодня видим это практически бета-версия буквально через две недели выходит полностью новая версия сайта которая по функционалу будет совмещать себе все сегодня существующее она будет работать он будет работать и как соцсеть можно будет в онлайне сразу там через всплывающее окошко общаться покупателю с продавцом можно будет проводить аукционы можно будет проводить можно будет выставлять видеоролики в демонстрацию товара там будет фильтр этот поисковик абсолютно по другому работать то есть я просто уделил бы внимание количеству мерчантов но качество самой площадки ее работы я бы проанализировал через пару недель когда выйдет новый продукт который мы все с нетерпением ждем и там и франшиза будет и в каждой стране будет своя валюта подтянута под эту площадку там же можно сделки делать исходя из сегодняшних реалий до 50 процентов рассчитываться можно евровой частью то есть если вы живете в россии то для россии это будет до 50 процентов рублевой части для украины гривневой и так далее игорь а вот смотри ты упомянул что был в офисе в софии но была же информация что в январе там был обыск и офис закрывали ты до этого был или после уже я в офисе в софии был года полтора назад если не больше а в январе этого года я был в офисе в дубае офис софии то он возобновил свою работу после там ареста всех этих вещей да безусловно он работает полным ходом вообще никаких проблем нету да только когда я дистрибьютором ванкойн написал ребята почему нет ни одного видеоролик я может быть я не нашел просто я старался найти какие-то новые ролики ну то есть как бы любой дистрибьютор мог бы зайти в офис снять видео сказать вот ребята смотрите офис работает все функционирует подожди мои партнеры с украины вот только я общаюсь конкретно там лидеры в группе gfg потом девочки которые будут тоже с группы gg они являются там сейчас будет выставка в октябре очень большая по дел шекеру в новосибирске они вот опубликовывают они только прилетели бы их было там обучение они опубликовывали видео фото с константином игнатовым постоянно идет общение офис бурлит полный народу вот вчера буквально я подписан и фейсбуке и все ежедневно то есть офис работает видео есть пожалуйста можно прийти и полностью посмотреть там помимо офиса там еще находится крипто центр по которому можно пройти ознакомиться там почитать книги ружей гнатовой почитать концепцию компании что к чему мы идем все работает полным ходом понятно собственно осталось наверное дождаться когда это все воплотиться в реальность да вот я смотрю я вам скажу свои ощущения вот я там был во львове как я сказал перед тем как я покушал ресторане и поехал там в магазин купил детские вещи рассчитался все ванкой нам при том что мне монета обошлась там гораздо дешевле чем 1 евро рассчитывался я из расчета 20 евро то есть я мы втроем пообедали по полной программе и уплатили всего лишь два ванкой на и когда вышел с двумя кульками детских вещей хорошие детский магазин обычный то я понял что вот эти два кулька это и есть самое что есть настоящая ликвидность монеты то есть она уже реально сегодня используется я как человек адекватный подошел к хозяину ресторана и задал вопрос как вы принимаете в сегодняшних реалиях монета еще не конвертируется но правильно как вы принимаете сегодня ванкой он вы чтобы это было там полгода назад пять месяцев назад вы будете ждать вы выхода на биржу а вдруг что-то не так пойдет все вы останетесь ни с чем хороший вопрос кстати да я дал ему этот вопрос все а он говорит а у меня монеты нет у меня ее не хватает я говорю в каком смысле там работает очень хорошая команда у них довольно таки много уже мерчантов по области и все они подключили мебельную фабрику пластиковые окна стиль теплицы которые выращивают овощи и он говорит я даже если 50 на 50 но он там строит рядом гостиницу он сделает летнюю площадку он говорит я щас ванкой нам рассчитываю с ними за мебель за пластиковые окна я закупаю овощи себе и он говорит у меня нехватка ванкойн я по-любому у меня за ванкойн из моего общего оборота там ну дай бог 20 процентов а 80 процентов идет за фиатные деньги не этого всего хватает для того чтобы перекрывать все свои фиатные расходы там оплачивать коммунальные там и все тому подобное но в это же время все кто все у кого он покупает за ванкойн продукцию пластиковые окна мебель там для летней площадки все тому подобное они все являются его клиентами поэтому он вокруг стоит 10 ресторанов будний день везде пусто у него полный ресторан людей люди обедают с той же самой мебельной фабрики понимаете в чем в чем прикол поэтому они расплачиваются ванкойнами у него до салют наверно они рапла расплачиваются в ванкойнами между собой есть давайте давайте еще два слова буквально чтобы я не перебарщил есть такой лидер интересный очень луками от он в италии вероне у него несколько гостиниц и он там городишко весь перевел уже практически на ванкойн он людям ванкойном уже зарплату платит сегодня у них работают полностью все за ванкойн рестораны магазины к нему просто паломничество со всего мира люди приезжают именно за ванкойн отдохнуть попутешествовать там в италии причем к ванкойну относятся как самым настоящим деньгам и ценят его очень очень сильно ясно такой вопрос игорь ну я допустим как я работаю и андрей мы вместе в принципе в различных направлениях то есть мы никогда не являемся фанатами какой-то одной компании мы всегда и мы то есть понимаем те риски как на который мы идем что для вас что должно случиться такое чтобы поняли что это провал это провал потому что надо предвидеть да и что-то печальное когда какой-то провал это сложность ситуация и соответственно перспективу перспективу мы тут увидели нам рассказали а что будет считаться для вас провалом какие действия должны со стороны компании либо какой-то курс монеты то есть так как что для вас упала я честно говоря особых не вижу то есть я не вижу просто никаких причин что тут может провалиться для меня провалом будет если вдруг по какой-то причине компания допустит обвалиться цене монеты какой сигнал вот вот здесь вот сигнал как попалиться что значит обвали часа 24 10 это наверное я не считаю что 10 это обвал я не считает обвалом лимита должна она упасть чтобы понимание было о том что да это попал или какое-то на время должна там задержаться меня 10 это обвал 10 да я объясню почему потому что это не спекулятивный инструмент для меня самое важное чтобы этой монетой могли пользоваться мерчанты спроси пожалуйста у любого продавца сможет ли он пользоваться валютой которая в два раза обесценится за какое-то время или в два раза вырастет в цене без разницы вот самая важная стабильность курса поэтому если она если для любой другой криптовалюты которая рассказывает кем они хотят стать и как они хотят стать сегодня ванкойн реально используется в жизни и пускай не такое большое количество сделок и качество ликвидных как нам хотелось бы но это нужно все родить этот рынок очень наращивается заполняется и здесь недопустимо чтоб цена опустилась до 10 10 евро потому что это подорвет доверие у мерчантов и бизнесу пользоваться этой монетой будет невозможно поэтому сам все-таки вы не ответили то есть окей допустим у нас я так понимаю 8 января или 7 на января да это уже когда из его заканчивается когда уже все конкретно монета там должна стоить на 24 там евро и не меньше я так понимаю если в монета это уходит становится стоить допустим 1 января 1 доллар или 1 евро да это провал это провал всего проекта и вы тогда говорите что все мы пришли не туда мы двигались не в том направлении ли как ну что у вас будет какие мысли потому что все может быть до уже сколько я понял игорь и он сказал что даже если до 10 упадет это уже провал конечно потому что тут очень ценно чтобы этой монетой было можно пользоваться это опять же мое мнение субъективно поэтому компания имея в активе сто двадцать миллиардов монет они могут выпустить на рынок всего лишь миллион монет вот у них есть довольно таки приличная капитализация грамотные трибера и грамотная команда и самое важное это стабильность монеты тут вопрос уже стоит не в том насколько быстро нам разморозят наши монеты и все поэтому вот это самое главное не допустить чтобы люди могли ей пользоваться в любом бизнесе и вести за эту монету полностью зациклить бизнес закупать составляющие компоненты для этого бизнеса когда на торговой площадке вы сможете приобретать все бензин сахар муку стройматериалы тогда это становится самыми настоящими деньгами и можно отпускать полностью всю монету она будет уже отпущена и тогда будет естественный рост или естественная там какое-то какое-то падение монеты но если капитализация будет два с половиной три триллиона то рост или падение это будет выражаться в долях процентов там не будет таких скачков как сегодня мы видим на coin market cup то плюс 6 процентов за день то минус три процента но это невозможно для ведения бизнеса поэтому для меня будет провальным если цена монеты пойдет вниз или вверх этого компания допустить не должна я я уверен что не допустят у них есть для этого все инструменты но все равно же куча желающих которые хотят просто слить они допустим заходили сюда исключительно для того чтобы увеличить свои фиатные деньги то есть они купили себе монетки которая там должна потом выйти на биржу и соответственно они на это могут все заработать и многие заходили именно с этой целью им не нужны эти мерчанты не нужно это все им надо просто заработать с денег и они вот таким вот образом и таких я думаю достаточно много наверно все пассивчики которые зашли они зашли именно с этой целью чтобы увеличить конечно все зашли на цифры но если ты заходил сюда не понимает до конца концепция я тоже заходил не понимает до конца концепцию меня ориентировали на другой чуть-чуть вложишь доллар вытащишь 10 через год и все и большинство на это заходили но от того что мы не знали или не понимали концепцию это не освобождает нас от ответственности это первое потом второе слить монету не получится компания этого не даст у тебя будут лимиты на вывод если ты захочешь продать миллион монет за день или 100 тысяч монет за день а тебе будет разрешено две монеты то как бы ты ни дулся то ты не можешь этого сделать но вам не кажется что будет все равно все какое-то такое разочарование будет негатив в сторону проекта и если ты хочешь обналичиться ты можешь делать это и сегодня через товары пожалуйста помоги мерчанту рель сегодня торговая площадка дел шекер является в первую очередь невероятно интересным рекламным продуктом и и пройдет не так много времени когда ни один бизнес который реально считает себя бизнесом он не сможет существовать вне такой цифровой площадке если какого-то бизнеса на этой площадке не будет его бизнесом считать нельзя будет это насколько я понимаю игорь сейчас сложилась такая ситуация есть тысячи людей у которых на руках ванкойны напрямую обналичить они не могут но если они знают что в городе есть какой-то магазин там или ресторан где они хотя бы часть этих ванкойнов могут заплатить да они туда идут в этот ресторан и собственно обналичивают таким образом да абсолютно верно даже если я хочу обналичить смотри в ближайшее время я общался с застройщиками на украине они будут выставлять на площадке полностью продавать квартиры но квартира это ликвидный актив я если куплю за свою монету квартиру если мне нужны для каких-то моих закрытия нуждом фиатный день или я хочу вытащить заработок свой я могу же реализовать эту квартиру там на 5-10 процентов дешевле у нее есть свой покупатель почти 50 минут уже общаемся я думаю чтобы видео не было слишком длинным затягивать не будем до основные вопросы мы обсудили я думаю есть смысл вернуться к этому разговору после восьмого октября когда уже более конкретно там что-то будет вырисовываться какой курс остался ли он прежний вырос или упал и так далее да ребята скажу свое заключительное слово проект ван лайф или ван койн ворвался в историю вошел уже в принципе в историю как самый дикорастущий наверное да в млм индустрии как самая первая наверно такая монетка ну еще не монетка на такое платежное средство и как это все будет дальше развиваться мы будем конечно же следить с вами вместе и история потом да игорю безусловно безусловно спасибо что вышел на связь ответил на вопросы потому что я и дэн мы как бы за ванкой нам наблюдаем со стороны а игорь уже три года по сути изнутри этот проект изучает поэтому я думаю наше общение безусловно полезным было спасибо большое что вы меня выслушали просто вы когда проводили вебинар и и у меня было ряд ответов на те вопросы которые которые вас интересовали и мне хотелось поделиться своими наблюдениями объективными наблюдениями без какого-то фанатизма или какого-то танства и я абсолютно согласен что если криптовалюта по идеологии было это анонимность то во первых вружая гнатова свое время сказала что если мы будем такими крупными и все то кто будет говорить об идеологии кто будет диктовать права правила на этом рынке но если криптовалюта это анонимность децентрализация все то значит ванкойн это не криптовалюта в этом понимании это платежное средство это другой инструмент другого другого вида другого другого поколения другого предназначения не спекулятивного но имеет право на жизнь и очень большие шансы на успех по крайней мере конкурентов не немного или нет вообще обсказал бы и такого как дел шекер продукта нет ни одного проекта если час одно слово еще если вбиваешь в google там ванкойн там разные есть мнение и разные там может и какие-то там фактические высказывания гадости еще что-либо но если ты вбиваешь площадка дел шекер то там только хорошие отзывы что это цифровая площадка для международной торговли и отзывы исключительно положительные вот у меня вопрос возникает если за использованием этой площадке стоит если за этой площадкой стоит использование монеты ван то есть ванкой на и площадка это круто и хорошо и перспективное на долгие годы а монета фуфло то как-то она не стыкуется ну фуфло это ли не фуфло я думаю история нам покажет да мы еще вернемся к этому разговору а сейчас подписывайтесь обязательно на наши каналы ставьте этим видео либо палец вверх либо палец и вниз комментируйте обязательно ну и задавайте какие-нибудь вопросы и в следующий раз мы на них постараемся также ответить на игорь спасибо еще раз всем счастливо всем пока 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 а